Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, у микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Начало года в столице на пожары ИЧС спасатели выезжали уже более 1200 раз. За это время на пожарах погибли 5 человек. 19, в том числе один ребенок, пострадали. Далее. Почти 600 граждан были спасены и эвакуированы из опасных зон работниками МЧС. Далее подробности наиболее значимых происшествий минувшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник ближе к вечеру клубы черного дыма окутали восток столицы и заставили минчан изрядно поволноваться. Спасатели тушили пожар на открытой площадке предприятия по переработке вторсырья, расположенного по улице Славинского. Здесь предположительно в результате неосторожного обращения с огнем загорелись отходы пластмассы. К счастью, никто не пострадал, а работники МЧС в течение часа ликвидировали возгорание. Сразу два автомобиля загорелись во вторник в столице. Первый инцидент произошел ранним утром на улице Гидройце. Здесь вспыхнул Ситроенг Сара. Позже на улице Казинца загорелся микроавтобус Форд Транзит. В обоих случаях вероятной причиной загорания стало короткое замыкание электропроводки в моторных отсеках. Минск чрезвычайный. Двухэтажный частный дом горел в среду днем по улице Анаева. Сообщение спасателям поступило от соседей ближе к четырем. В считанные минуты пожарные расчеты прибыли на место вызова, однако к моменту их приезда фактически вся крыша была уже охвачена огнем. В результате пожара уничтожено кровля и имущество на первом и втором этажах дома. К счастью, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, предстоит установить экспертам. Среди рассматриваемых версий неосторожное обращение неизвестных лиц с огнем или поджог. Пожарная сигнализация не дремлет. Ночью со среды на четверг в столице на Партизанском проспекте загорелся ангар. Спасатели получили сообщение сработки здесь системы пожарной сигнализации. Уже по прибытию на место вызова выяснилось, что произошло загорание деревянной обрешетки в гараже. По какой причине это случилось, установят эксперты. Четверг около пяти часов дня легковой автомобиль ВАЗ-2107 летел в припаркованный вдоль дороги тягач. В результате произошедшего на улице Камайской пострадали четыре человека. На место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали с помощью специнструмента из салона легкового авто 64-летнюю женщину. Она и еще трое получивших травмы мужчин были доставлены в больницу. Спасатели помогают не только людям, но и животным. Каждый спасенный котенок, утенок или ежик вызывает резонанс в обществе и массу откликов. В очередной раз отмечу, что эта помощь не входит в обязанности МЧС. Однако, исходя из соображений гуманизма и при наличии возможности, спасатели откликаются на такие случаи. Так, в минувший четверг спасатели были вызваны на помощь псу, застрявшему в ваконном проеме. Владелец собаки, проживающий по улице Гомарник, обнаружил, что его 7-месячная хаски защемила лапу в стеклопакете, открытом на проветривание. Помочь своему псу самостоятельно хозяин не смог. Собака, испытывая определенный дискомфорт, вела себя агрессивно по отношению к нему. Мужчина позвонил 101. Операция по спасению четвероногого питомца проводилась при помощи подручных средств и закончилась успешно. Минск чрезвычайный. В пятницу работники МЧС спасли двух человек. О пожаре на улице Чечерина по номеру 101 сообщили прохожие. Когда огнеборцы прибыли к месту вызова, из окон двухэтажного дома 1947 года постройки вырывались языки пламени. В квартире на втором этаже загорелось имущество в жилой комнате, прихожей, кухне, а также стропильная система чердачного помещения. С помощью специальных масок работники МЧС спасли 91-летнюю хозяйку одной из квартир и 32-летнюю жительницу другой. Причина пожара устанавливается среди рассматриваемых версий неосторожность при курении или неосторожное обращение с огнем внукам хозяйки сгоревшей квартиры. Помните, неосторожность при курении – основная причина пожаров и гибели людей от них. Будьте осторожны с огнем. Закончилась неделя для огнеборцев относительно спокойно. Серьезных происшествий и суточных сводков спасателей в минувшие выходные не зафиксированы. Вот и закончился учебный год. Сегодня в школах столицы прозвенели последние звонки. Впереди летние каникулы. Но именно в этот период наших детей подстерегает множество опасностей с целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, а также снижение количества других чрезвычайных ситуаций с участием детей в мае по всей республике проходила профилактическая акция «Не оставляйте детей одних». Заключительный этап, который пройдет завтра в Минском государственном дворце детей и молодежи по адресу Старовилинский тракт 41. Начало мероприятия в 10 утра. Здесь всех пришедших ожидает множество сюрпризов и подарков, показ техники спасателей, праздничный концерт, всевозможные конкурсы и викторины. На сегодня это все. До встречи через неделю. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.